И государство оплатит эти 30 миллионов этой организации, и таким образом деньги с наценкой, то есть в большем количестве, вернутся в карман Кадырова. Вот такая вот фейковая благотворительность. Тумсо, пожалуйста, критикуй тех людей, которые позорят наш народ, выступая на этих блогерских боях. Кадыров специально поддерживает этих людей, чтобы они позорили наш народ. Вот. Что это за блогерские бои? О чем идет речь? Ты, наверное, имеешь в виду всякие ММА, которые появились, в которых может выступать любой непрофессионал. Ты про это говоришь? А в чем позорит народ? Типа обычный ММАшник профессиональный не позорит, а непрофессиональный позорит? В чем здесь разница? Просто дай мне направление своей мысли, чтобы я ее понял, и, может быть, я тогда ее поддержу и, как ты говоришь, обращусь к Кадырову. Просто я не совсем понимаю разницу, в чем, допустим, отличие любого профессионального бойца, скажем, этого же Чимаева, от непрофессионального, который выступает где-нибудь на битву за хайп, или что там, как это называется. В чем их разница? Почему один позорит, а другой не позорит? Дай мне хотя бы три отличия. Если бы ты посмотрел это шоу, ты бы понял меня. Ну, тогда, извини, Андрей, Андрей, я, конечно, не смотрю эти шоу. И нет желания, честно говоря, смотреть. Но какие-то отрывки, какие-то моменты я в любом случае вижу. Но разницы я все равно не понял. Чем отличаются профессиональные бои от подобных? Позорит не его поведение, а то, что один такой дебил проиграл русскому. А в чем позор? Проиграть русскому это позорно? Я не могу понять, что происходит. Ну, это спорт, это бои. Там кто-то, ну, ты не всегда там выигрываешь. Бывает, что проигрываешь. А если проиграл, это что, позор теперь? Ты опозорил народ, что ли? Тогда давайте ко всем так же относиться. А тот, кто в UFC, там, в профессиональных боях проиграл, допустим, испанцу, он опозорил народ или нет? Как это работает? Дайте мне вот эту разницу. Причем здесь ММА. Он имеет в виду всяких чеченцев, недоблогеров, которые выступают на диспутах. Но тогда надо прояснить, что это за диспуты. В каких диспутах они выступают? Что-то я... Может, я не в трендах? В чем дело? Кто там проводит бои? Блогерские. Речь идет о тупой трэш-токе, разбрасываются словами, и при том проигрывать, не соответствуя своим словам. Также скажите ему, блин. Но опять-таки, а чем это отличается от ММА? Что там это не происходит? От UFC, допустим, от других каких-то тем. Но везде это бывает. Нет. Если вы как бы списываете, то надо списывать все. Скажите то же самое по поводу профессиональных боев. А если вы не говорите это по поводу профессиональных, то что вы этим любителям, что вы на них обрушились? Как думаешь, бой Салах Амижиева и Адама Шахидова, кто бы выиграл? Думаешь, ACA собрали бы и Pay-Per-View? Как говорят, побеждает дружба, победила бы дружба. Я думаю, что в их случае победила бы заблуждение, победила бы нововведение. Беда. Ересь победила бы в этом бою. Так, у меня есть тут одна тема. Помните, я делал у себя на канале вот такой ролик. Очень хороший ролик. Это было четвертое расследование, мое разоблачение благодеяний матери и сына Кадырова. Здесь я рассказывал о том, как в двух селах Ножиуртовского района они под видом благотворительности за счет государственных средств, за счет федерального бюджета построили объекты. И потом показали на ЧГТРК грязный, как свою благотворительность. Выдали это за свою благотворительность. И там было селение Туртыхутор и еще одно селение Ножиуртовского района, где оползневая зона, значит, этим людям дали жилье. Но сейчас тема с Туртыхутором. В Туртыхуторе они тогда построили дом культуры, мечеть, школу отреставрировали, значит, этот спортзал построили, выдав его там за какой-то спортивный оздоровительный комплекс, там что-то такое. В общем, и факт, по-моему, еще что-то. Я тогда, делая это расследование, значит, указал на дом культуры, что я его не нашел. Вот давайте посмотрим небольшую вырезку, вот что я говорил в этом ролике. Что касается дома культуры, то я не нашел аукциона на его строительство, но я нашел аукцион на разработку проектно-сметной документации на строительство сельского дома культуры в селении Туртыхутор Ножиуртовского района на полтора миллиона рублей. Я не знаю, как они завуэлировали само строительство, но я его не нашел на сайте. Вот что я, значит, говорил в этом ролике. Я не нашел тогда этот дом культуры на сайте государственных закупок. Оказалось, что я и не мог его, в принципе, найти, потому что они действительно дом культуры построили за счет средств фонда, за счет того самого мегастройинвеста, который сейчас попал под санкции США. Значит, они за свой счет построили дом культуры и на 23 августа, на день рождения Ахмата Кадырова, они это все подарили сельчанам Туртыхуторам. Но что же в этой истории не так? Конечно же, они это так просто не оставили и решили эти деньги, которые они потратили на дом культуры, на строительство дома культуры, конечно же, они эти деньги решили вернуть. И что вы думаете? Вот такой вот появился на сайте государственных закупок, появилась вот такая закупка, тендер, аукцион. Аукцион на выполнение работ по строительству сельского дома культуры в селении Туртыхутор Нажиртовского муниципального района Чеченской Республики. Сумма контракта 30 миллионов 842 тысячи 787 рублей. И обратите внимание на дату размещения. Этот контракт размещен, точнее, этот аукцион размещен 2 ноября 2020 года. И дата окончания указана 10 ноября. То есть, после того, как уже дом построен и введен в эксплуатацию, еще в августе, 23 августа, я напоминаю, мы видели этот репортаж, его вели, передали администрации этого Туртыхутора. После этого, 2 ноября, они объявляют аукцион на это строительство, уже построенный дом культуры, вы понимаете? Как будто бы его не существует, они создают аукцион. И теперь, разумеется, этот аукцион выиграет, скорее всего, тот же Мегастройинвест или какая-нибудь подставная компания. После этого они его формально на документах построят. И государство оплатит эти 30 миллионов этой организации. И таким образом, деньги в большей, с наценкой, то есть в большем количестве, вернутся в карман Кадырова. Вот такая вот фейковая благотворительность. Кадыровцы без стыда и совести очередной раз доказали, что они просто лгуны и аферисты. Я не устану постоянно разоблачать эту их фейковую благотворительность, которой они уделяют очень много внимания. Для них это очень важно, показать людям, что они благодеятели. Показаться перед людьми такими хорошими благодеятелями, что вот без них народ бы у нас просто загнулся. Что все, что делается в республике, это вообще делается благодаря им, что чуть ли со своего кармана он все это делает. А на самом деле это все делается за счет федерального бюджета. Это Кремль выделяет деньги на то, чтобы все это строилось. Кадыров же эти деньги расхищает, за какую-то часть из этих денег строит, то, что он строит, и выдает это за свою благотворительность. Такие вот дела. Субтитры создавал DimaTorzok